И все привет ребят, с вами StarVike, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня вместе с вами мы обсудим все изменения, которые произошли у нас вчера, ну можно так сказать сегодня, вчера они вышли, а сегодня у нас произошли эти изменения в игре. И обсудим, что же у нас интересного поменялось, честно говоря, я вчера даже не ждал, что у нас выйдут какие-то обновления, так как по сути все на сегодняшний день сводилось к решению проблем в игре. И я не думал, что будут какие-то обновления и изменения в балансе, но они выходят. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3-минок салф на 20 тысяч танкоинов. Для этого он срок играл в аккаунте, кстати, мой личный, так, так, тимпэ, дальше формулировать покупку в магазине, ну и заплатить форму, которая есть в описании. Что же касаемо наших изменений, то их не так много, но они очень и очень интересные. Начнем по порядку с числа шагов улучшений пушек и корпусов уменьшено в зависимости от модификации, то есть поменялись количество уровней. Это сделано, наверное, для быстроты прокачки, но при этом суммарная стоимость улучшений никак не изменилась, просто теперь надо меньше кликать на начальных званиях, текущие уровни вооружения конвертируются автоматически. То есть сначала ты кликаешь меньше, потом кликаешь больше, ну и потом, как всегда, по стандарту. Не знаю, честно говоря, зачем это было делать, но ладно, есть и есть. Модели пушек и корпусов заменены с 3DS на A3D для разделения физической и визуальной модели танков. Я, честно, не разбираюсь в этом, наверное, кто-то разбирается. Это изменение должно уменьшить провалы частоты кадров при входе в бой новых игроков. Старый формат требовал от клиента и игрока расчет физических нормалей самостоятельно после получения объекта модели. Новый формат предоставляет информацию клиенту в готовом виде. Особенно заметное изменение должно быть на мобильных клиентах. То есть это для меньшей нагрузки, я так понимаю, сделано было. Боты теперь поддерживают присутствие в бою нескольких игроков одновременно. Да, до звания первый сержант игроки играют смешанные бои против других игроков и ботов. Ничего себе. Теперь вместе с ботами вы можете наваливать и вместе играть. То есть я, например, с тобой в группочке запекиваюсь и мы вместе тушим ботов. Вот это контентик, вот это прибыль, вот это геюшки. Битвы в матчмейкинге, начиная с Ефрейтора до первого сержанта, теперь приоритизируют уменьшение числа игроков в бою над увеличением разброса званий. О, поменялась механика. Пустые места в таких битвах теперь будут заполняться ботами. Вот так вот. Ну и теперь самое интересное. Если эти новости были, ну, мягко сказать, не суперинтересны лично для меня, то вот изменения в балансе. Одной пушки и его устройства. Сразу же мне дают понять, что это отсылка к моему видеоролику с фризом трофейным и фризом адреналина. Так как фриз адреналин уже с сегодняшнего дня имеет максимальный бонус урона не 23%, а 20%. То есть орех вместо того, чтобы забалансить трофейного фриза и апнуть его, просто решил занерфить адреналина, чтобы адреналин меньше выделялся по отношению к трофейному фризу. Хотя все равно, ну, 20%, я считаю, что это существенный процент. И в таком случае мне абсолютно непонятно, почему нерфится устройство адреналин только, только на фриз, только на фриз. То есть у нас есть все устройства адреналиновые, там, фриз, жига, твинцы, там они все забалансены плюс-минус под одни модификации, да, то есть под 1%. И из этого всего дела нерфится только один адреналин на фриз. Ну, а потом вы говорите, что орех не смотрит видосы. Все, он смотрит прекрасно. Исходя из такой информации, 100% это с этим и связано. Пушка твинц при этом, турбоускорители плазмы, стандартный урон, минус 45, стал минус 50. Нерф турбоускорителей, наконец-таки. Я, честно говоря, сам, когда, получается, вчера играл на этом турбоускорителе, или позавчера, позавчера, наверное, играл на этом турбоускорителе, боже, что делает этот твинц. Боже, как он бесшансово уносит все, просто все уносит бесшансово. Очень жесткая тема, лютейшая имбалансина, которая на сегодняшний момент времени очень жестко нагибает в матчмейкинге. И даже резисты не спасают от этого твинца, если ты еще сверху на диктаторе даешь контент, то там вообще просто развалочка такая происходит, что бесшансовая. Просто бесшансовая. Защита. Доступность по званию защитного модуля Паук рядовой была. Теперь сержант-майор. Для карты осада ММ выключены режимы команды Джиггернаут и Джиггернаут. Для карты год-2042 изменено расположение баз и респаунов в режиме АСЛ. Внесены некоторые изменения в геометрию карты. О, надо будет посмотреть. Интересно. Год-2042 как там переделали. И список исправлений исправлен на ошибкой, из-за которой создание кланов было доступно только до того, как игроку по званию открывался доступ в кланы. В целом, не так много каких-то изменений, но есть очень интересные изменения с балансом. Именно на эти изменения в балансе у меня лично было желание сегодня заострить внимание, ну и в принципе записать этот видеоролик. Да, если бы их не было бы, то очевидно, я бы, наверное, этот видос бы даже не записывал. Я в очередной раз понимаю, что Орех следит за всем контентом. И этот нерв Фриза целиком и полностью связан с видеороликом, который был посвящен трофейному Фризу. Пишите, что вы думаете по поводу этих изменений в балансе. Поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.